Добрый день! В эфире Рявунг ТВ. У нас в гостях политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Орешев. Добрый день, Андрей Григорьевич! Спасибо, что согласились выйти с нами на связь и дать нам интервью. Андрей Григорьевич, вот сейчас происходят очень серьезные изменения в геополитике, активные события. И вот одно из самых обсуждаемых событий последних дней – это визит Владимира Путина в Иран. И его уже СМИ называют историческим визитом. Можете сказать, о чем Россия договорилась с Ираном и Турцией? Там же трехсторонняя была встреча глав трех государств. И почему этот визит называют историческим? Да, спасибо за вопрос. Такой всеобъемлющий. Действительно, события происходят достаточно серьезные. И они взаимосвязаны в различных регионах. И мы видим, как трехсторонние российско-иранско-турецкие контакты на высшем уровне, которые обсуждались достаточно давно. Эта встреча планировалась достаточно давно. Потому что, как мы знаем, в Сирии не все гладко, не все в порядке. Так же, как и в других сферах взаимного приложения в рамках двусторонних и трехсторонних контактов. Ну, например, иран-турецкие взаимоотношения в последние месяцы и годы, мягко говоря, оставляли желать лучшего. И не только в связи с сирийским вопросом, но и в связи с иракским вопросом, где, как вы, наверное, знаете, очередное обострение, достаточно крупное как раз в эти дни, в связи с проблемой беженцев и в связи с, кстати говоря, проблемами Южного Кавказа. Ведь не просто так в ходе аудиенции у правителя Урагбара, у верховного лидера Исламской республики Айталы Алихмени, тот дал публичную оценку неприемлемости политики по блокированию ирано-армянской границы. Это было адресовано напрямую не только турецкому президенту, как мы понимаем, но также и азербайджанскому лидеру в связи с непрекращающимися попытками реализовать идею сквозного сообщения через Мегринский коридор, что, очевидно, по мнению Ирана, представляет достаточно серьезную угрозу ее будущим рубежам. То же самое в российско-турецких взаимоотношениях. Не все так гладко, не все так однозначно. Мы знаем, что и в сирийском вопросе, и в украинском вопросе существует достаточно много разногласий. Турция пытается активно завоевать себе место под солнцем в качестве международного посредника. В связи с так называемой проблемой вывоза зерна с Украиной, проблемой, которая, на мой взгляд, не стоит и выеденного яйца. Но, тем не менее, вокруг нее разводится достаточно серьезный шум. Мы знаем, что эта проблема обсуждалась в ходе уже российско-турецких двусторонних контактов, которые тоже имели место в Тегеране. Речь идет о встрече именно президентов России и Турции. Кстати говоря, согласно официальным сообщениям, там же рассматривалась и карабахская проблема. Потому что мы видим, вокруг Нагорного Карабаха тоже обостряются различного рода страсти. Да, Ильхам Алиев высказывает претензии по адресу российских миротворцев. Мы предполагаем, что это происходит не просто так, потому что различного рода западные игроки, они, конечно, всячески пытаются обострить ситуацию не только на Украине, где России, к сожалению, удалось втянуть в долговременный конфликт, на мой взгляд, с непонятными перспективами выхода из него. Но также и Южная Кавказ, и Центральная Азия, то есть бывшие советские республики Кавказа и Средней Азии будут использованы как второстепенный фронт. И, конечно, с учетом, вот возвращаясь к Карабаху, с учетом тесных связей Турции с Азербайджаном, конечно, важно непосредственный контакт и, по крайней мере, понимание степени предсказуемости турецких партнеров для России на различных направлениях. Я думаю, что Кавказа, кстати говоря, тоже. И в этой связи достаточно важное напоминание о том, что распространен в другие сферы. Мы посмотрим, как будут реализовываться. Пока, честно говоря, это не вполне ясно, на мой взгляд. Во всяком случае, в сирийском вопросе Рюджет Тайбардаган занимает прежним. Для турецкой стороны террористы это вовсе не те, кем они являются, для российской или иранской стороны. Посмотрим, как будет реализовываться трехсторонний диалог на разных уровнях. Потому что очевидно, что лидеры не могут каждый день или даже каждый месяц встречаться, и нужна какая-то институционализация этого диалога. Мы много видели разговоров о формате 3-3 с увлечением Армении, Азербайджана, Грузии отказываются. Сейчас вот речь идет о таком трехстороннем диалоге. Посмотрим. На мой взгляд, это важно. Но этот диалог, даже если он будет каким-то образом организован, и если будет продолжение этих встреч на разных уровнях, российско-иранско-турецких, на мой взгляд, каких-то чудес от этого ждать, конечно, не нужно. Но, с другой стороны, обсуждение проблем, особенно нынешней турбулентной ситуации, всегда предпочтительнее их, его, так сказать, отсутствия. Поэтому будем наблюдать за этим. В целом, саммит лидеров России и Ирана-Турции, конечно же, прорывным не стал. Да, он и не мог стать прорывным, потому что слишком много подводных камней. Но, тем не менее, сам факт его проведения, он, я надеюсь, привнесет большую какую-то упорядоченность и предсказуемость в региональный процесс. Ну, вот, как вы уже отметили, в том числе шла речь о Карабахской проблеме, об этом вопросе. И Иран уже не первый раз на самом высшем уровне заявляет о недопустимости пересмотра границ, своих границ с Арменией. Но какие шаги они могут предпринять, чтобы не допустить? Может ли это вылиться в какую-то, не знаю, войну или что? Ну, вот, вы, наверное, помните, что в августе-сентябре прошлого года Иран предпринимал достаточно серьезные попытки, так сказать, заявить себе в плане военной державы, да, вот в своих северо-западных провинциях, непосредственно примыкающих к Азербайджану, к Карабаху, к Армении, к Нахичеванию. Там проводились различного рода учения и контр-учения, да, со стороны Турции и Азербайджана. Вот, сейчас мы видим, что, по крайней мере, я так вижу, что иранские лидеры пытаются немножко перейти от военной, от демонстрации военной силы к большему упору на экономические связи и на экономические проекты, на экономическую привлекательность. Здесь и недавние контакты, достаточно плотные Ирана с Азербайджаном. Вы знаете, что там были заключены, так сказать, ну, по крайней мере, достигнуты достаточно серьезные договоренности и по товарообороту, и по железнодорожному сообщению. Вот, мы знаем, что и с Арменией Иран выстраивает экономические связи, и в случае с Арменией, конечно, очень важна неприкосновенность границ в Сюнике и безопасность этих транспортных маршрутов, которые, возможно, с участием иранских партнеров будут организованы в рамках вот этого отвертывления коридора в север-юг, о котором сейчас очень много говорится, в связи с и активизацией российско-иранской связи. Вот, мы знаем, что вот как раз достаточно серьезные экономические взаимосвязи между Россией и Ираном, которые в последнее время были, так сказать, оставляли желать лучшего, сейчас они развиваются, развиваются в значительной степени поневоле в связи с блокированием для России западных путей, так сказать, энергетического экспорта и вообще торговли. Вот, этот вот путь через Каспий и, возможно, наземная его какая-то составляющая, они такую серьезную будут занимать, все более серьезную нишу, так сказать, в российско-иранских взаимоотношениях и в региональных торговлиц в целом. Вот, в этой связи, мне кажется, Москве и Тегерану очень важно поддержание должного уровня безопасности, да, поэтому, когда мы говорим об экономике, так или иначе, мы упираемся в проблемы безопасности, и я думаю, что в рамках двусторонних российско-иранских контактов эти вопросы будут решаться и будут поддерживаться на должном уровне, в том числе и применительно к ситуации на Южном Кавказе, за Кавказией. Мы понимаем, что спокойной жизни ожидать не приходится, да. Вот, ну, недавний визит главы Центрального разведывательного управления в Ереван, и не только в Ереван, на мой взгляд, он свидетельствует о том, что западные партнеры, так называемые, бывшие наши, и дальше будут использовать Южный Кавказ и те проблемы и противоречия, которые там наблюдаются в рамках элемента сдерживания, и так называемого сдерживания, и России, и Ирана. Вот, как этот вопрос, как этот сложный уровень, узел противоречий будет решаться, ну, я думаю, что он будет решаться в зависимости и по мере поступления реальных проблем. Вот, ну, задача, мне кажется, наша общая в том, чтобы этих проблем было гораздо меньше. Ну, вот, как раз вы отметили недавний визит директора ЦРУ в Закавказье, страны Южного Кавказа. После этого последовал визит Сергея Нарышкина в Армению. Что... И в Азербайджан. С чем связано, что вот так прямо подряд приехали такие вот высокопоставленные чиновники, именно связанные с разведкой, что происходит? Ну, на эту тему высказываются самые различные предположения. Вот. Мне представляется, что интересы Москвы и Белого дома в регионе, так же, как и на Украине, в Закавказье, они прямо противоположны. Вот. И, соответственно, идет зондаш местных правительств, местных элит относительно их возможного поведения, значит, вот в текущей непростой ситуации. Ну, я вот уже немножко упомянул о том, что, на мой взгляд, американцы заинтересованы в том, чтобы, так сказать, расковырять те раны или расковырять те болевые точки, которые имеются в регионе, в том числе и вокруг Нагорного Карабаха. Вот. После ввода российских миротворцев по результатам, по итогам осенней войны 2020 года, я неоднократно высказывал такую теорию, гипотезу, что, конечно же, желающих идти на различные провокации и скомпрометировать и дискредитировать российскую миротворческую миссию в регионе более чем достаточно. Вот. И мы видим, что, так или иначе, попытки каким-то образом спровоцировать новая очаг напряженность в Нагорном Карабахе, причем с таким отчетливым антироссийским душком, они предпринимаются, да. И я думаю, что если задача Вашингтона, вот, каким-то образом ситуацию раскачегали, то задача Москвы прямо противоположная. Успокоить ситуацию и сделать ее более предсказуемой. Более предсказуемой и в максимальной степени, скажем так, спокойной с точки зрения возможного вмешательства. Мы понимаем, что украинская ситуация, она поглощает достаточно много внимания и ресурсов России. В этой ситуации важно обеспечить предсказуемость и в Баку, и в Ереване, да и в Тбилиси. Хотя понятно, что там ситуация несколько другая, но она, тем не менее, до некоторой степени схожа с тем, что местная радикальная оппозиция пытается дискредитировать действующие власти, которые придерживаются достаточно прагматичной политики и присоединяются к санкциям и так далее. Мне кажется, что и для Азербайджана, и для армий проблемы характерны тоже, пусть и в меньшей степени, потому что американцы очевидным образом пытаются склонить и Баку, и Ереван к более акцентированной антироссийской позиции. И для этого пытаются создать все условия необходимые. Ну, а российская сторона, в свою очередь, пытается в рамках имеющихся у нее возможностей и формальных, и неформальных, насколько я предполагаю, вести дело к тому, чтобы ситуация была как можно более предсказуемой. В связи с этим интересна также турецкая позиция. Вот буквально недавно глава турецкого МИД Чаву Шаблу заявил, что Турция ждет от Армении конкретных шагов, в том числе в вопросе проекта Зангезура. То есть, если в случае Ирана, Иран заявляет, что не приемлет пересмотра границ, то Турция настаивает, можно сказать, даже выдвигает какие-то ультиматумы в процессе урегулирования армяно-турецких отношений, Карабахского конфликта и вообще раскрытия коммуникаций. Турция, как всегда, получается, это ультиматум со стороны Турции или как это воспринимать? Ну, турки, они опытные дипломаты, и они, так сказать, по итогам событий 2020 года серьезно укрепили свои позиции, мы понимаем, и в том числе возможность диктовать какие-то условия или намекать на возможные услуги действующему правительству в Армении, у них есть, и, наверное, они больше, чем были раньше. Мы понимаем, почему это произошло. Но в то же время, мне кажется, что Турция – это не эксклюзивный игрок в регионе, хотя, безусловно, сильный и такой достаточно амбициозный. Помимо нее есть и другие, скажем так, интересы, в том числе и в вопросах практического, скажем так, повседневного политико-правового режима тех или иных коммуникаций, которые, несмотря на многолетние разговоры, несмотря на длительные разговоры, пока еще не согласованы и не, скажем так, не верифицированы, не утверждены в качестве какого-то, так сказать, документа. Будь то мирный договор Армении с Азербайджаном, о необходимости которого говорят в Баку, будь то желаемой Турцией, желаемой Анкарой, скажем так, направленность армяно-турецких контактов и возможной нормализации взаимоотношений. Пока что, скажем так, кардинальных сбегов в ситуации нет. Я думаю, что в нынешней обстановке это скорее хорошо, чем плохо, потому что любое, так сказать, там, качественное изменение статус-кво, оно, скажем, могло бы привести к каким-то непредсказуемым последствиям. Я просто думаю, что этого нужно сейчас всячески избегать. Но в то же время вести какие-то переговоры так, чтобы они все-таки учитывали интересы всех заинтересованных сторон, в том числе и вот в том, в рамках того нового статус-кво, который образовался в 2020 году. Я имею здесь не только декларированную, скажем так, возможность связи между Азербайджаном и Турцией, которые, кстати говоря, их никто не лишал по территории Ирана, а не как осуществлялось транспортное сообщение, так и осуществляется, насколько я понимаю. И Иран тут не выдвигает никаких серьезных ультиматумов или, скажем так, предусловий. Также и для Армении и Нагорного Карабаха важно сохранение их наземной коммуникационной связи и возможности, скажем, развития Нагорного Карабаха, экономического восстановления и обеспечения ее безопасности, которая в рамках, так сказать, Азербайджана, как это говорят там, все-таки вызывает большие вопросы. Вот весь этот комплекс вопросов, конечно, он достаточно серьезный и решить его в рамках какого-то такого вот единовременного соглашения невозможно. Ну, получается, что мы, во всяком случае, еще не близки к подписанию какого-то мирного договора с Азербайджаном, потому что некоторые эксперты ожидают, что это может произойти уже совсем скоро, но исходя из того, чтобы... Ну, наверное, у этих экспертов нужно спросить, на чем они, какими, скажем так, данными они руководствуются. Потому что вообще ситуация, я уже об этом где-то говорил, может быть, даже у вас, ситуация странная. Вот, когда господин Пашинян рвался к власти, он напирал на открытость и на то, что у него не будет секретов от всех тех телодвижений на международно-правовой арене и на арене политических переговоров с участием, так сказать, Армении, не затрагивающих так или иначе на горный карабах. Но сейчас мы видим ситуацию прямо противоположную. Информации очень мало, она противоречивая, ей манипулируют в том числе, насколько я могу судить и провластные СМИ в Армении отчасти. Поэтому здесь, конечно, не мешала бы большая информационная ясность и большая информационная открытость. Добьемся ли мы, добьются ли, так сказать, прежде всего граждане Армении, да, потому что это касается прежде всего их, я уж не говорил о горном карабахе, от действующего правительства. Ну, здесь высказываются разные предположения на этот счет. На мой взгляд, это было бы, так сказать, не безинтересно. Потому что вопросы войны и мира, это сейчас, на мой взгляд, ключевые вопросы не только для Армении и для ее соседей по регионам, но и даже для России, которая ведет специальную военную операцию на территории бывшей Украинской ССР вот уже пятый месяц. Ну, я могу только выразить надежду, что когда-нибудь мы получим ясность в этих вопросах, причем такую ясность, которая не оставляла бы никакого-либо негативного осадка. Ну и вот в связи с событиями, которые вообще происходят сейчас в мире, мы видим, что Запад, Евросоюз, буквально недавно они подписали соглашение с Азербайджаном об энергетическом сотрудничестве, увеличение поставок, лидер США посетил Ближний Восток, то есть какие-то они такие вот действия совершают. И при этом, да, вот турецкие издания пишут, что США утрачивают влияние в регионе Ближнего Востока. Вот так ли это? Да, вы знаете, я немножко слезу за этим вопросом, и не только в контексте Азербайджана, там же они к Алжиру очень такое внимание уделяют, вот, причем такое противоречивое, да, буквально с одной стороны заявляя о готовности, значит, нарастить поставки, значит, от альтернативных поставщиков, значит, в противовес российским, да, от которых Европейский Союз в угоду американцам и стреляет в себе в ногу, отказывается, да, демонстрируя абсолютную беспомощность и абсолютную несамостоятельность во внешней политике. Но, с другой стороны, они ссорятся и с альтернативными поставщиками, с тем же Алжиром, если вы посмотрите, да, вот. Саудовская Аравия, значит, то, что вы упомянули, визит Байдена, даже местными, так сказать, местными наблюдателями и американскими экспертами оценивается как провальный. Так же, как и раньше, был оценен как провальный визит в ту же Саудовскую Аравию и теперь уже бывшего министра, теперь уже бывшего премьер-министра Великобритании Болиса Джонсона. Вот, если я не ошибаюсь, в апреле там его тоже послали, да, вот. Что касается Азербайджана, ну, мне кажется, что лидеры Европейского Союза хватаются за соломинку, потому что, ну, объемы поставок, они несопоставимы. И даже если Азербайджан увеличит добычу газа вдвое, вот, то, извините, если прокачка через южный газовый коридор увеличится вдвое, то это не компенсирует выпадающие энергетические ресурсы даже для стран Южной Европы. Не говоря уже о странах Северной Европы, о локомотивах задыхающейся европейской экономики, таких как Германия, да, для которых российский газ, российскую нефть, и, кстати, не только эти ресурсы, не может ничто заменить. Ни Алжир, ни Норвегия, ни поставки жиженного природного газа из Соединенных Штатов Америки. Вот. Ну, я думаю, что в Армении, так сказать, достаточно тоже пристально следят за тем энергетическим кризисом, который развивается в Европе. Ну, и тут остается, на мой взгляд, только с придыханием ждать его, так сказать, того или иного завершения, чем это все закончится. Потому что, вот, я, конечно, не специалист европейской политики, но тот уровень дилетантизма и тот уровень, скажем так, неадекватности, который демонстрируют европейские лидеры, в том числе обращаясь за помощью к Азербайджану, ну, он, как бы, не свидетельствует в пользу того, что этот кризис завершится рано. И вообще, что он завершится, да. Вот. То есть, последствия для экономики европейских стран, на мой взгляд, на взгляд, многих других вот аналитиков, которые, с которыми я ознакомлюсь, с оценками которых я ознакомлюсь, он вообще не обещает какого-то оптимистичного исхода этой европейской драмы. И вот еще один последний вопрос в связи с событиями на Украине. Вчера, вот, Лавров заявил, что география может расшириться. Вот. О чем идет речь? Ну, как мне представляется, речь идет о том, что торсированные поставки, в том числе и дальнобойных западных видов вооружений, ракетно-артиллерийских систем, в частности, прислалутых «Хаймарсов», ну, не только их, кстати говоря. Вот. А подобного рода информация начала же поступать еще в начале мая. Вот. Что такие поставки могут быть. И, кстати говоря, была информация, что они могут быть из арсенала турецкой армии. Но вот мы видим, что поставки идут уже непосредственно из арсеналов американской армии. И они, конечно, расширяют зону конфликта и способствуют ее затягиванию. В том числе способствуют тому, чтобы зона специальной военной операции действительно расширилась. Потому что элементарно нужно отодвигать на максимальное расстояние, значит, границы, чтобы с территории бывшей украинской армии создавалась угроза в том числе и приграничным российским регионам. Я уже не говорю о Донбассе. Вот. Это серьезная, серьезная задача. На мой взгляд, ее необходимо было решать ранее. Но, видимо, сейчас она будет решаться соответствующим образом и исходя из тех новых вызовов, которые проистекают до России с территории, вот которая раньше называлась Украиной. Я это Украиной не считаю. Андрей Григорьевич, большое вам спасибо за интересное интервью. Спасибо вам большое. Субтитры подогнал «Симон»!